Россияне, пожалуйста, объясните мне значение слов великих русских о своем народе. Хорошо? Пожалуйста. Это не мои слова, это не Зеленский, это не Байден, это Лермонтов. Поехали. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Что он имел в виду? Он что, хотел уехать из нее? Русские воняли. Русские всегда говорили, да, царь, да, Путин. Это имел в виду Лермонтов. И что изменилось с тех пор? Некрасов. Люди холопского звания, сущие псы. Иногда чем тяжелее наказание, тем милее господа. Вы скажите, вот сейчас вы Путина любите больше, чем в 2010 году. Пушкин, о, как груб наш русский язык. Толстой. Московия, Русь, тайги. Монгольская, дикая, звериная. Вот Московия. Откуда он такое слово взял? Мне даже интересно. Он что, не знал слово Россия? Достоевский. Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить. Уничтожить только ради развлечения. Прокомментируйте, пожалуйста, Достоевского. Что значит блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить? Что он имел в виду? Только не говорите, что я пьяная. Вы же не думаете, что Достоевский выпил и написал? Булгаков. Не народ, а скотина. Хам, дикая орда, душегубов и злодеев. Почему он так написал? Булгакова вы любите, нет? Любите? Ну так скажите, почему он написал так? Или вы не знаете Булгакова? Так, в том числе я не знаю Булгакова. Горький. Наиважнейшую приметой удачи русского народа есть его садистская жестокость. Странный Горький. Почему-то... Вы же говорите, что вы Буча не устраивали. Как мы можем? Вы что, не знаете русских людей? Ну вот Горький говорит, наиважнейшую приметой русского народа есть его садистская жестокость. Что он имел в виду? Аксаков. Ох, как тяжело жить в России. В этом смердючем центре физического и морального разврата. Подлости, вранья и злодейства. Что имел в виду Аксаков? Ох, как тяжело жить в России в этом смердючем центре физического и морального разврата. I don't understand. What does he mean? Смердючий. Это что такое смердючий? Это может быть связано с запахом, центром физического морального развита. Что он имел в виду? Потому что я говорю, я просто хочу уточнить. Напишите, если они свое мнение. Тургенев. Русский есть наибольший и наинаглейший лгун на свете. То есть Путин как раз и есть русский, который наибольший и наинаглейший лгун. Это вот это имеет, что вы все врете. Соловьев врет, Симонян врет, вы врете, дети ваши врут. Певцы, актеры, СМИ все врет, да? Это об этом? Тургенев. Шмелев. Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах. И ногах даже. Грязный, физический и моральный, готов в любой момент угнетать все и вся. Это просто какая-то, какая-то... Очень много слов, да, скажите. Народ, что ненавидит волю. Вот видите, почему вы ненавидите украинцев? Потому что у них вот этот знак означает воля. Трезубец. А вы ненавидите волю. Обожает рабство. Ну видите, что, что... Вы хотите сказать, что Шмелев неправильно писает? Вы спорите с российским классиком? С русским классиком? Любит цепи на своих руках и ногах. И ногах. Пушкин. Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды. Народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли. Что-то он там завернул, да? Короче, ему не нужна правда. Пушкин написал. Академик Павлов должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как... О, мой гад. Для него существуют только слова. Его условные действительности... Да, его условные рефлексы координированы не с действиями, не с действиями, а со словами. 1932 год. Слабую мозговую систему, что он не способен воспринимать действительность как... Солженицын. Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем Кацап. Ой, не дай бог, фейсбук ты меня сейчас забанишь, это слово. Не дай бог. Фейсбук меня уже банил за Тараса Григорьевича Шевченко. За Кацап. Рождённые в нацистской стране... Видите, вот, Путин, даже, Солженицын не читал. Вот, нацистская страна... Видите, он написал это после Второй мировой войны. И он написал, где нацистская страна, это Россия. А вскормлённые пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет человеком. Вот, видите, Солженицын так сказал. Я подписываюсь под его словом. Никогда вы не станете человеком. Никогда. Вы в этом направлении никогда не двигались. Какого перепугу вы сейчас будете как-то меняться? Вы никогда человеком не станете. У его страны нет друзей. Либо халуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, уничтожать и убивать. Из-за сохранения этого статуса Россией... Ра... Кто-то пишет? Ра-с-се-ей. Правильно. Вот Россия так правильно написана. Рядовой Кацап готов пожертвовать собственной жизнью, с жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. За сохранение статуса России. Своей жизнь, жизнь детей, родителей и собственного народа. Воистину Кацапы – звери. Лютые, гровожадные, но смертные. Молодец, Солженицын. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok